С чего начать? Не начинайте с техник и медитаций, они будут нужны позже. Начать нужно со смысла жизни, с прибежища, с выбора во что верить, с чем связывать свое счастье, свое будущее. Это означает, что надо хорошо изучить тексты и полностью проникнуться ими. Потом следует создать домашний алтарь по принятым стандартам и канонам, то есть так, как это рекомендовано в учении, в санге, чтобы не упустить ничего важного. Затем следует самостоятельно перед алтарем принять символ веры. Далее необходимо внимательно изучить заповеди и принципы карма саньяса и принять важное решение, начать их соблюдать. Это 5 обетов яма и 7 принципов, то есть всего 8 главных принципов. Не смотрите на то, следуют ли другие этим принципам, это вас не должно волновать. Принимайте решение только касательно себя самого. Ваша жизнь, душа и садхана – это ваша ответственность. Затем можно начать самостоятельно выполнять простую ежедневную упасану – поклонение и призывание благословений святых и богов у алтаря и освящение еды. Это простые, но очень важные садханы для очищения кармы. Не надо начинать со сложных молитв, баджанов, ритуалов. После этого можно изучить и начинать выполнять базовые практики – мантра, концентрация, аналитические медитации, асаны. Что потом? Через год, два, три, если вы готовы и полны решимости идти по пути, можно просить благословения на получение кармы саньяса дикши. Это очень важная инициация, открывающая путь в духовную жизнь. В ней дается имя, мантра, а также другие важные благословения и самскары. После этого надо найти себе подходящую севу. Это очень важно для изменения судьбы и очищения кармы. Служение богу, дхарме – это вечное предназначение души. Затем надо выбрать паду, стадию садханы, и готовиться к прямой передаче, к прямому введению в недвойственное знание. Паду. После прямой передачи необходимо учиться работать с ней далее по принципу Шравана, Манана, Нидидхьясана – все глубже и глубже, двигаясь по шестнадцати кала и по семи землям мудрости Джняна Пхуми, выполняя все более серьезные практики. Так мы идем к богу по великому освобождающему пути святых и ситхов Адвайды – Анутара Тантры. Бог – не ум, игра. Меня ничего не интересует, кроме Бога. Меня также не интересует, что меня интересует или не интересует. Я не ищу ничего, кроме Бога. Мне вообще даже не важно, что я ищу или не ищу. Просто Бог есть без всяких «я», «меня». Я не хочу поддерживать ничего и никого, кроме Бога. Я не хочу следовать ничему, кроме Бога. Я не верю ни во что, кроме Бога. Я не хочу ни о чем думать, слышать, говорить, кроме Бога. Я не вижу никого и ничего вокруг себя, кроме Бога. Что бы я ни слышал, думал или говорил, чем бы это ни казалось другим людям, все это будет только о Боге, потому что нет ничего, кроме Бога. Я не надеюсь ни на кого, ни на что, кроме Бога. Вы сами – Бог. Но не понимаете этого. Ум мешает. Я не ищу никаких знаний, кроме знания Бога. Мне не важно, как его называть. Для Бога не важны имена, которые Ему дают люди. Мне не важны, какие Он имеет формы, потому что все формы – Его. Когда я думаю и говорю о чем-то, не относящемся к Богу, это только игра и видимость, которая может ввести в заблуждение посторонних людей, но не мудрецов и, конечно, не меня самого. Даже когда я говорю о Дхарме, то это игра, потому что истинная Дхарма не может быть высказана словами. Слова – это не Дхарма, это не Бог, это только игра, указывающая на Бога. Учение, Дхарма – это не слова, это путь понимания вне слов. Не ждите слов, не ищите слов, если ищите Бога. Путь мыслей и слов – это путь иллюзии, но людям без слов не обойтись. Поэтому не слишком придавайте значение моим словам, не воспринимайте их слишком буквально, а не только указатели. Если бы это было возможно, я бы с радостью молчал всю жизнь, потому что молчать в Боге мне привычно. Но без слов невозможно помогать другим, тем, кто ищет, кто спрашивает. Поэтому приходится говорить. Бог един. Все религии, учения, люди едины в Боге. Спорят лишь те, кто не знает. Спорить может ум, но если ты не ум, как ты можешь спорить? У тебя нет никакой точки зрения. Любая точка зрения – ум. А если ты не ум, то и говорить не о чем, спорить не о чем. Те, кто знают, просто улыбаются про себя. Любая точка зрения – твоя. Хочешь – бери и играй в нее. Кто способен принять любую точку зрения, тот знает не ум и познает Бога. Бог и не ум – близкие соседи. Я часто играю в ум, в точку зрения, но это просто игра для других, чтобы помочь тем, кому нужна ясность. Нужно умственное понимание. Но рано или поздно этим людям я говорю, что путь – не ум, я – не ум, Бог – не ум. И вы тоже будьте не умом, если ищете мудрость. Игра – это единственный приемлемый способ жить в этом мире для тех, кто знает Бога. Бог – высший игрок. Он один играет сам с собой. Без игры невозможно действовать. Поэтому боги, ситхи, риши, кумары, джиняне – все они не действуют, а играют. Это даже не они сами играют, а высший игрок играет через них. Ваш выбор и разные пути. Разные пути. Сейчас вы – люди, и если вас ничего, кроме того, чтобы быть обычным человеком, не интересует, то это значит, что вы находитесь на пути кармического человека – карма-бандху. Путь человека – путь удовлетворения желаний эго – анава-марга. Есть и другие пути. Это пути, как стать садху – джиняне или ситхом, и воссоединиться с изначальной реальностью – абсолютом – брахманом. Эти пути таковы. Путь йоги – йога-марга. Путь божественной трансцендентной мудрости – джиняна-марга. Путь сверхъестественного совершенства – ситха-марга. Выбор. У каждого человека, как души, есть свобода воли. Это его священное право, данное ему от бытия, от Творца Вселенной. У него есть выбор, как именно ему распорядиться своим драгоценным человеческим рождением. Он может посвятить себя духовной жизни, эволюции, Богу, исследованию, божественной реальности, служению божественному, познанию божественного. Он может обрести просветление, божественную мудрость, брахмаджняно, и свободу, мокшу, через практику йоги, садхху, обучение у своего гуру, даршан и сатсанг, или через благословение своего божества, иштадеваты, через служение абсолюту, дхарме, садху и святым, севу, через изучение учений и писаний, сватхьяю. Он может познать себя как атман, бессмертный чистый свет. Он может подняться по лестнице эволюции высоко вверх, к садху, джняне, ситхам, богам, к бессмертным и совершенным душам, ситха-пурушам, к тем, кто вечно свободен, нитья ситхам, в бескрайний космос божественных измерений. Он может стать одним из них. Но он также может этого и не делать. Это его выбор. И тогда у него есть альтернатива. Просто день за днем проживать жизнь. Стареть, сидеть на диване и смотреть телевизор. Или вязать носки, ожидая пенсию, ожидая следующей жизни. Жизнь – это всегда какой-либо выбор. Ваш выбор – это ваше будущее. Так подумайте, поразмыслите о нем, используя мудрость святых писаний. Не важно, сколько у вас денег, какой у вас статус в обществе. Для будущего это все не важно. Важно лишь то, какой выбор внутри вы сделали или сделаете, потому что будущее создается не деньгами, а именно выборами. Даже если вы не хотите делать выбор, то карма, время выберут за вас. Без выбора живут лишь полностью просветленные боги, ситхи. Когда-то они безоговорочно выбрали бога и тхарму, поэтому все остальные их выборы исчезли. Остальным же душам надо выбирать, причем выбирать мудро, учитывая, что есть путь святых – Брахмаджняна. Если же говорить коротко, то есть либо путь кармы и сансары, либо путь освобождения. И выбирать только вам. Определение правильного выбора. Совершение выбора и жизнь в выборе. Сначала вы должны определиться с тем, какой выбор вам делать, куда вам идти. Принимать в свое сердце тхарму, путь адвайты, анутара тантры, сахаджаяны, ситхов или нет? Становиться учеником своего гуру или нет? Идти в карма-саньяси, в брахмачаре, в монахи-саньяси или оставаться тхармичным домохозяином. Практиковать или нет, нужно понять важность правильного выбора. Если выбор неверный, то все остальное будет бесполезным. После того, как вы определились с выбором, его надо не только продекларировать на словах, но и реализовывать в вашей жизни на деле. Без выбора дальше двигаться невозможно. Если капитан не сделает выбор начать путешествие, то корабль никуда не прибудет. Он так и останется стоять в гавани. Не сделав выбор в духовной жизни, вы тоже никуда не прибудете. Не обольщаться. Пожалуйста, не обольщайтесь словами абсолютной истины Адвайты о том, что нет того, кто выбирает. Нет пути. Это могут говорить лишь ситха-пуруши. То есть те, кто растворил свою карму, имеет джняну, самадхи. Эти истины вам сейчас не подойдут. Они бесполезны для вас. К ним надо приходить постепенно, через свадхьяю, севу, садхану и самадхи. У каждого свои обстоятельства. И чужая реализация вам не поможет. Для вас сейчас важно понять именно свои собственные обстоятельства, относительную истину и сделать выбор в ее измерении. Потому что ваша карма, судьба, поиски, путь, ограничения, жизнь и смерть происходят в относительном, а не в абсолютном измерении. Именно ваши относительные тело, ум, душа нуждаются в освобождении. Именно в относительном мире живут и испытывают карму, душа и тело. Делать выбор Не надо медлить, много думать. Когда я буду готов? Скажу вам по секрету, что вы никогда не будете готовы. Ни сейчас, ни через сто жизней. Это сансара. А в ней никто никогда ни к чему не готов. К жизни садху, к пути освобождения, пути познания Бога подготовиться невозможно. И если есть возможность сделать выбор в сторону дхарма, Бога, освобождения, то надо его делать не мешкая. Жить в своем выборе Мало сделать выбор. Надо подтверждать его каждый день, каждый миг. Надо всю жизнь безупречно жить в соответствии с ним. Тот из вас, кто живет как истинный брахмачаря, монах садху или карма саньяси, тот всегда пребывает в радости, в садхане, в служении, в мудрости и в благословении святых. Он пребывает в сиянии божественного. Он защищен дхармой и своим прибежищем от невзгод кармы. Он пьет нектар мудрости учений. Еще в юности, сделав выбор, идти по пути садху, я больше никогда не сомневался в нем. Я жалел только о том, что не сделал этого еще раньше. Определитесь и вы в своем выборе. А сделав выбор, уважайте его и живите в соответствии с ним всю жизнь. Тогда плоды придут. Благословения на вас прольются. Божественная мудрость в вас пробудется. Ахимса – ненасилие. Самая главная заповедь садху. Глубокие разъяснения. Ахимса – первый и главный принцип в перечне заповедей Яма-Нияма. Это один из пяти обетов Махавратам. Которые, как клятву, торжественно дают все вступающие в карма-саньясу. Все брахмачарии и саньяси-монахи. Каким бы прекрасным был мир, если бы все люди следовали Ахимсе. Отказ от любого насилия – это не дань светской морали. Это суть дхармы и начало пробуждения. Ахимса – это фундамент, основа. Без Ахимсы вы никогда не сможете стать садху. Достичь освобождения от кармы, мокша. Как бы вам этого не хотелось, это невозможно. Без Ахимсы вы не сможете очистить свои кармы и накопить заслуги. Прежде чем выполнять асаны, паранаямы, медитации, мантры, созерцания, вам нужно утвердиться в Ахимсе – ненасилие. Садху – это тот, кто любит всех живых существ, сострадает им и отказался от насилия в любой форме. Несоблюдение Ахимсы создает непреодолимые препятствия в судьбе для садху. Потому что такое садху никогда не сможет истинно любить бога, тхарму и живых существ. Любовь и мудрость несовместимы с любым насилием к живым существам. Нет Ахимсы – нет садху. Сколько ни делай пранаям, мантр, пудж, ретритов. Речь идет не только о физическом ненасилии, поскольку физическое насилие – это уже следствие. Надо смотреть глубже. Причина любого внешнего насилия – больной ум, одержимый эгоизмом, завистью или ненавистью. Плохие, злобные, нечистые мысли накапливаются, и душе рано или поздно их хочется проявить. И тогда человек либо совершает что-то дурное для других, либо заболевает. Это является следствием того, что он поддерживал плохие, нечистые мысли, гордыню, одержимость шаблонами ума, неправильный, заблудившийся, оторвавшийся от Бога, абсолютно эгоистичный ум. Поэтому Ахимса должна быть также в мыслях и в речи. Правила Ахимсы таковы. Ахимса – тело. Первое. Избегайте физически вредить кому-либо, даже в малой степени. Делайте другим только добро. Относитесь к ним так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Второе. Делайте другим что-либо, только если они сами вас об этом попросят. Не навязывайте свои правила жизни другим. Уважайте чужие принципы, если только они не вторгаются в вашу жизнь, нарушая ваши правила. Третье. Всегда оказывайте помощь страдающим или попавшим в беду, как людям, так и животным. Не отказывайте в помощи истинно нуждающимся. Четвертое. По возможности, если вас просят об этом, поддерживайте жизненную силу и благополучие других материально, словом, молитвой, мысленно или благословениями. Ахимса – речи. Первое. Говорите другим или о других только хорошее. А если это вообще невозможно, то просто молчите, воздерживайтесь от слов. Второе. Говорите с любовью, очень мягко и аккуратно, чтобы не ранить других своими словами. Речь Ваг – это уникальный божественный дар богине речи Сарасвати. Она предназначена для того, чтобы нести любовь, счастье, мудрость, свет пробуждения и благословлять. Общение – это шанс дать душе другого все это. Третье. Если с вашего языка все-таки слетели дурные, злобные, бранные, нечистые слова или проклятия, сразу же остановитесь, чтобы не копить дурную карму. Проведите анализ. Мысленно или словесно раскаетесь перед святыми прибежища. Признайте свою ошибку. Признанная и очищенная ошибка в мыслях не несет кармического последствия. Мысленно или словесно извинитесь перед этим человеком или существом. Поскольку теперь он стал вашим кармическим кредитором, а вы его кармическим должником, то возьмите на себя обязательство хвалить или мысленно благословлять его, молиться о его здоровье и благополучии. И тогда богиня Сарасвати будет довольна. 4. Избегайте крепких выражений, ругани, обидных ярлыков, пренебрежительных или унижающих слов по отношению к другим и особенно по отношению к богам, священным учениям, садху, святым и мастерам любых духовных традиций, самайным братьям и сестрам подхарме, грубхаем. 5. Тот, кто постоянно использует бранные слова, нечистую речь, ругань, будет сначала страдать от мучений в адских мирах, под тала локи, за карму злой речи, а в следующей жизни будет иметь зловонный запах изо рта или быть косноязычным, неспособным связать двух слов из-за засоров тонких нади в вишудха чакре. 6. Поэтому держите свою речь в чистоте, помня, что в речи жителей чистых стран нет ничего нечистого, даже во сне. И тогда Сарасвати благословит вас. 7. Ахимса Ума 1. Думайте о других только хорошее, желая им добра и мудрости, даже о тех, кто несправедлив с вами или пытается вам вредить. 2. Искренне посылайте другим только хорошие мысли и эмоции. Руководствуйтесь правилом. Пусть из меня в сторону других людей исходят только прекрасные мысли и образы, или хотя бы нейтральные. 3. Наблюдайте и твердо контролируйте ум в самый первый миг возникновения образов и мыслей, чтобы он не смел даже думать о вреде другим людям, чтобы все злые, гневные, нечистые мысли или образы останавливались и растворялись в самом зародыше в первый момент их возникновения. 4. Если же вы все-таки не сдержались и создали плохой образ, помните, что теперь только вы несете за этот образ ответственность перед богами. 5. Если вы подумали о ком-либо злобно, дурно, нечисто, пожелали ему зла или, что самое худшее, мысленно прокляли его, пусть даже неосознанно, то сразу же остановитесь и сделайте следующее. 6. Проведите анализ, раскаетесь перед святыми прибежища. 7. Признайте свою ошибку. 7. Признанная и очищенная ошибка в мыслях не несет кармического последствия. 8. Мысленно извинитесь перед этим человеком или существом. 9. Поскольку теперь он стал вашим кармическим кредитором, а вы его кармическим должником, то возьмите на себя обязательство мысленно его благословлять, молиться о его здоровье и благополучии. Это и есть Ахимса. 9. Тонкая Ахимса – уважение полной свободы воли других. 10. Ахимса еще более тонкого уровня связана с уважением полноты свободы воли других существ. 10. Как это делают святые, когда вы очень деликатны и осторожны, чтобы не задеть волю и энергию другого даже в мелочи, 11. Когда вы свято уважаете пространство чужого самовыражения. 11. Так живут святые и боги. 12. Поймите, пока вы не научились уважать пространство чужого самовыражения, чужую энергию, 12. Двери высших миров будут закрыты перед вами, потому что миры богов именно таковы. 12. Святые очень уважают свободу воли всех существ, даже собак. 13. Если кто-либо хочет следовать им, быть учеником, святые проверяют, действительно ли этот человек действует из своей веры, решимости и свободы. 14. Или же он следует шаблонам ума. 15. Потому что быть учеником – это значит сознательно и добровольно подстраивать свою волю под волю божественного. 15. Дхарму, святых, учиться этому ради еще большей свободы воли – это глубоко внутренняя и личная свобода воли йогина. 16. Научитесь предоставлять полную свободу воли другим живым существам и уважать их свободу воли. 17. Откажитесь при общении от любых попыток навязывания своих идей, мнений, грубой или тонкой манипуляции другими, их мнением. 18. Не учите других, как им жить. Это допустимо только в том случае, если они специально попросят вас об этом. 19. Причем просить они должны ответственно, осознанно, с верой и должным образом. 20. Уважайте свободу воли других, но при этом не впадайте в самоуничижение и учите других также, безусловно, уважать ваше пространство, как садху. 21. Цените свою свободу и свои взгляды. Не пытайтесь под всех подстраиваться. 22. Не будьте в мировоззрении аморфными, расплывчатыми. Если надо, отстаивайте его, но делайте это мирно и ненасильственно, с любовью к другим. 23. Путь освобождения. Если вы еще не встали на путь. 24. Пока вы не встали на путь, вы сами внутри хорошо знаете, что ваша жизнь не наделена особым смыслом, не имеет большой цели. 25. Не живите бесцельно. Ежедневно размышляйте над смыслом жизни. 26. Вырабатывайте свои внутренние, персональные смыслы и ценности, как духовный искатель. 27. Ставьте духовные цели. Ищите духовные смыслы и ценности, потому что все материальное будет стерто ветром времени, смыто волнами непостоянства. 28. Если вы еще не встали на путь освобождения, познания Абсолюта, Бога, не теряйте время, не упускайте свой драгоценный шанс. 29. Ищите возможность на него встать, пока вы молоды. Иначе жизнь просто пройдет в развлечениях, сериалах, заботах, разговорах, работе. 30. И вы просто состаритесь, так ничего толком не реализовав. 31. Став стариками, вы не сможете идти по пути освобождения. По крайней мере, это будет очень трудно. 31. Не тратьте время своей жизни впустую, даром. Ищите путь, чтобы встать на него. 31. Что есть путь? Чтобы снискать божественное благословение, достичь просветления и освобождения, надо пройти путь. 32. Надо идти по своему пути каждый день, усердно делать шаг за шагом. 33. Путь – это не некие фантазии, не философствование за чашкой чая на кухне, хотя и это нужно. 34. Не тусовки на природе, не романтические разговоры. 35. Это ваш ежедневный труд, ваш ежедневный контроль тела, речи и ума. 36. Воспитание в себе веры и любви. 37. Усмирение эго. 38. Это ваш ежедневный образ жизни, ежедневная практика, поклонение, мантры, пранаямы, медитации, крии. 39. Созерцание и служение в соответствии с тем, как вы обучились этому своего гуру. 39. Это практика карма-йоги, бхакти-йоги, раджа-йоги, кундалини-йоги, джняна-йоги, лая-йоги в своей традиции. 40. Путь – это также ваше воззрение на мир и бога, джняна-дришти, медитация, тхьяна и поведение, чарья. 40. Если вы уже идете по пути. 41. Если вы уже приняли символ веры, получили дикшу, приняли прибежище, то это очень важные шаги, сделанные вами на пути освобождения. 41. Но это только начало. 42. Самое главное – это то, как вы дальше сможете следовать по этому пути месяца, годы, десятилетия. 43. Неопытных новичков бушующие волны кармы бросают туда-сюда. 43. Они то начинают практику и получают дикшу, мантру, методы, то оставляют ее, то ищут что-то новое, то увлекаются мирскими заботами. 44. Они подобны попавшему в шторм паруснику, которым управляет неопытный юнга. 45. Такой парусник никуда не приплывет, но истинный садху познается по своему постоянству в практике. 45. Он словно опытный капитан, обветренный, как скалы, уверенно и бесстрашно твердой рукой ведет свой корабль по надежной карте через кармические штормы, через сансарные бури и ураганы. 46. Постигать учения святых ситхов северной и южной традиции, изучать историю своей сампродая, почитать гуру, парампору, соблюдать взятые обеты, самайи, обязательства, наблюдать за телом, мыслями и чувствами – это и есть путь освобождения. 47. Опираться на прибежище, хранить свою гуру-йогу, каждый день делать садхану методов, в которых есть передача, делать упасану, почитание своего божества перед алтарем, регулярно слушать садханги, изучать писание, то есть делать свою сватхьяью, служить тхарме, делать севу – это и есть путь освобождения. 48. Годами заниматься созерцательной практикой, начитывать мантры, практиковать крии, учиться любить и сострадать, гасить гнев, вожделение, алчность, привязанность, гордость и зависть, воспитывать чистоту, смирение, преданность, веру и самоотдачу, 49. Учиться ежемгновенно пребывать в недвойственном пространстве чистой осознанности, работая с передачей естественного состояния, полученной от гуру. Это и есть путь освобождения. 50. Сколько кругов мантры вы сегодня начитали? Какие тексты, сутры, тантры, упанишады, упадеши, пураны изучили? 51. Какие методы управления праной сделали? Сколько циклов пранаямы выполнили? Какие утренние и вечерние молитвы и ритуалы провели перед алтарем? 52. Какие виды тхараны выполняли? Сколько времени провели в созерцательной ходьбе и с какими методами? 53. Какие крии выполнили? Какие клеши вам удалось побороть или растворить? Сколько и какие медитации выполнили? 54. Сколько времени уделили карма-йоге на благо тхармы? Удалось ли вам с помощью внимательности держать поведение, мысли и речь под контролем? 55. Удалось ли бдительно пребывать в созерцании естественной природы ума без отвлечений? 56. Удалось ли объединять созерцание с ходьбой, работой, служением, едой, садханой, поклонением, чтением, разговорами, стоянием, сидением и лежанием? 56. Удалось ли поддерживать чистое видение? 57. Так садху анализирует свой день, и тогда приоткрывается завеса в новую реальность. Тогда садху обнаруживает прямо в себе самом удивительный чудесный мир, полный целостности, энтузиазма, веры, радости, счастья, блаженства, божественного восторга, экстаза, озарения, величия, мудрости и отрешения. 57. Это и есть путь. 58. Научитесь принимать ответственность за путь. 59. Человека, решившего идти по пути, но не научившегося принимать ответственность за свой путь, ждут сплошные разочарования и трудности. 60. Он подобен тому, кто сел за руль, но не понимает, что все зависит от него. 61. Если вы не научитесь принимать ответственность за свой путь, то никто вам не поможет, ни гуру, ни парампора, ни боги, ни даже сам Шива. 62. Все это помогает, конечно, но только в том случае, если вы приняли ответственность. 63. Это ваш личный путь, и идти по нему надо только вам самим, а не кому-то другому. 63. Никто не может за вас делать вашу работу, как никто не может есть за вас мед или любить. 64. Если вы встали на путь, у вас есть только одна возможность – принять за него полную ответственность и идти по нему, насколько возможно, хорошо. 64. Тщательно, старательно, с полной самоотдачей, энтузиазмом, надеждой, осознанностью и верой. 65. И тогда вы достойны называться садху, саньяси, истинным человеком пути. 66. Уроки этой жизни. 67. Никто в этом мире, кроме освобожденных душ, не может избежать уроков сансары, уроков кармы, уроков материальной природы, прокрити. 67. Но кто-то проходит их стихийно, бессознательно, получая уроки через саму жизнь и удары судьбы, а кто-то профессионально, ответственно и осознанно. 68. Если ученик стихийно учится у кармы, природы и жизни, то это называется быть учеником Вишва Гуруджи, Маха Махараджа, всепроникающего гуру в форме этой материальной вселенной и кармы. 69. Этот гуру учит своих бессознательных учеников не лекциями, сатсангами, ретритами и дикшами, а воздаянием кармы, жесткими мирскими действиями, желаниями, мирскими целями, радостями и страданиями, развлечениями и болезнями. 69. Обучение у него длится долго, проявляется строго в связи с кармой, сопровождается взлетами и падениями. 70. Оно может никогда не закончиться. 71. Такое обучение больше предназначено для глупых и молодых душ, не способных делать осознанный выбор в этом направлении. 71. Мудрые души сами выбирают свой путь восхождения к Богу, сами ищут и выбирают философию, веру, религию, традицию, школу, мастера, линию святых и идут через нее. 72. Развив, благодаря взаимодействию с ними, свою мудрость и достигнув свободы, они сами затем переходят в ранг святых мастеров, продолжая традицию и представляя свою линию святых. 72. Продолжение следует в койле. 73. Продолжение следует... Продолжение следует...